почему детские браки до сих пор не запрещены до сих пор существуют страны где брак с малолетним ребенком вариация нормы считается что так девочку спасут от жизни впроголодь угрозы насилия и бедности на самом деле ситуация прямо противоположная тут тебе и невозможность работы не самостоятельность побои и жестокое обращение а также ранняя смертность по статистике каждый год 10-12 миллионов девочек и 2 миллиона мальчиков вступают в брак задолго до наступления совершеннолетия о том как и почему это происходит сегодняшнем выпуске история география вопроса детские браки исторически были формой заключить политический и экономический альянс в древнем риме например в брак можно было вступить с 14 лет для мальчика из 12 лет для девочки при том что формальное совершеннолетие наступало куда позже аналогично в средневековье брак можно было вступать очень рано но тут не последнюю роль играл небольшой срок жизни веды и иудейские канонические источники также ограничивали минимальный возраст хотя делали это крайне неопределенно повышать возраст начали в новое время а на законодательном уровне уже в двадцатом столетии например в 1960 году была заключена конвенция о согласии на вступление в брак который устанавливался минимальный возраст для брака как местный возраст наступления правоспособности и дееспособности впрочем целый ряд стран стоит в стороне от этого движения в наши дни девушки могут вступать в брак до 18 в 30 государствах мира а еще в 99 можно жениться в особых случаях по решению официальных представителей родителей либо опекунов или суда но это еще цветочки в шести странах мира больше половины браков заключают между детьми а в нигере цар или чаде их доля вплотную подходит к 70 75 процентам от общего числа и треть из них браки с малолетними до 14 лет еще один рекордсмен индия где за счет крупной популяции абсолютное число браков с детьми больше всех в мире около 20 процентов девушек выходят замуж до восемнадцатилетия а 6 процентов даже до 14 лет при этом существует формальный законодательный запрет на выведенный еще в 1929 году чтобы обойти его в браке вступают по ночам а для подтверждения права на вступление в брак изготавливаются фальшивые документы в россии тоже есть браки с детьми 4000 невест и в восемь раз меньше женихов в 2021 году вступили в отношения еще до 18 лет утешает лишь что 20 лет назад их было в несколько раз больше страх общественное мнение и неравные условия что заставляет девочек и их семьи соглашаться на подобные альянсы где-то это общественный астракизм в непале и некоторых индийских провинциях считается что взрослая дочь в доме это стыдно поэтому ее следует как можно раньше пристроить в новую семью и это не из-за недостатка любви напротив таким странным образом семья заботятся о репутации девушки ведь если с ней что-то случится до этого даже если речь будет идти о подозрении о нормальной жизни в архаичном обществе придется забыть по данным ученых девочки из деревень вступают в ранние браки чаще чем горожанки логично если у тебя даже школа нет единственный способ выжить пойти замуж это подтверждается статистикой если девушка не учится в школе шансов на ранний брак у нее в три раза больше чем у образованных сверстниц при этом бедняки обычно дают образование мальчиком поэтому девушкам почти невозможно обрести финансовую независимость за пределами отчего дома индусы полагают что коль скоро пользу девушка будет приносить чужому дому то и учить ее совершенно не обязательно там и выучат а сыновья те будут заботятся в старости вот в них и инвестируют еще один финансовый мотиватор выкуп что может быть существенным подспорьем в условиях кризиса очень часто детьми расплачиваются за долги или используют для разрешения спорных ситуаций в местных судах еще хуже ситуация стала во время и после пандемии правозащитники полагают что за три года число детских браков вследствие роста бедности дефицита и прочих негативных факторов вырастет на треть у родителей в драматически ухудшившейся ситуации попросту нет выбора кроме как отдавать дочерей за стариков зонах военных конфликтов таких как бирма центральная африка сирия или ирак нередки случаи когда девочек выдают замуж за военных официальной армии или боевиков это призвано защитить их от риска быть изнасилованными или похищены она цейлоне девочек отдавали замуж чтобы предотвратить вербовку в ряды движения тигры освобождение тамил и ламы наконец женить могут для того чтобы девочка не стала жертвой принудительного брака правда в том что ощущение безопасности эфемерно и не всегда соответствует действительности риски если и снижаются то незначительно а взамен девушки получают годы бесправной жизни полное унижение боли и насилия что с тобой будет последствия ранних браков наиболее серьезным негативным фактором является вред здоровью прямой и косвенный в юном возрасте девушки испытывают кратно более высокий риск умереть при деторождении по сравнению с более старшим в особенности в условиях недостаточно медицинской помощи среднем муж в таком браке на 10-15 лет старше жены у него есть образование властные финансовые ресурсы что ставит женщину в однозначно зависимое положение женщина в таком браке не может отказать супругу в близости потребовать пользоваться средствами индивидуальной защиты или пройти медицинское обследование что серьезно повышает риски обзавестись вич или другими заболеваниями передающимися половым путем даже в индии не говоря уже об арабских странах или таких странах как иран или афганистан бытовая сторона жизни женщины связано с бесчисленным множеством условностей они не могут в одиночку посещать заведение торговли ходить в гости не говоря уже работе или простых прогулках каждом таком визите их должен сопровождать мужчина из одной с ними семьи муж брат сын чисто психологически юную жену по факту ребенка куда проще бить и контролировать чем более зрелых и возрастных женщин при этом в 80 процентах случаев подростки из мусульманских стран считают такое положение приемлемой практикой а не менее 30 процентов даже склонны поощрять на этом фоне еще более удручающими выглядит беспощадная социальная изоляция и многочисленные случаи психологического и ментального насилия направлены на вступающих в брак детей при этом высокий статус семьи невесты или богатая преданная часто лишь ухудшают ее положение в браке и наконец девочка вступая в брак а часто и мальчик вынуждены прекратить свое обучение по статистике собранной в странах центральной и восточной африки в 37 процентах случаев создание семьи служило причиной бросить среднее образование а это в свою очередь подстегивает рост социальных дисбалансов и неравенство между мужчинами и женщинами такие девушки вступая в взрослую жизнь лишены багажа знаний и трудовых навыков все что они умеют сводится к готовке уборки и воспитанию детей ребята по статистике мои видеоролики 90 процентов зрителей смотрит без подписки если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал так вы чаще будете видеть подобный контент и обязательно пишите в комментариях на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи на которых снимаем выпуски ставим лайк подписываемся пишем тему я вам также обещаю что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки которые мы будем дарить вам следующих выпусках